Добрый день, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Несколько слов о возможностях цитологического метода в диагностике рака лёгкого. Ну, хотел бы начать с того, что цитология наука относительно молодая, клиническая цитология. Её развитие началось примерно в 40-е годы прошлого столетия, когда появились первые работы докторов Папа Николау и Траута, посвящённые диагностике рака шейки матки при помощи цитологического метода. Надо сказать, что в нашей стране параллельно также эти работы велись, и наиболее ранние, так сказать, публикации тоже посвящены диагностике рака шейки матки и были изданы в Институте Герцена в Москве. Вне онкологии имени Петрова в Ленинграде метод используется в клинической практике с 1951 года. Ну и что же может служить материалом для цитологической диагностики опухолей? Это исследование мокроты, исследование смывов в проемных вод, цитологическое исследование плевральной жидкости, в том числе с помощью иммуноцетохимии и иммунофлюресценции, браж-биопсии при бронхоскопиях, тонкоигольной аспирационной биопсии при эндосинографии. Все это, в общем-то, только цитологический материал. Может быть получен и цитологический материал, если мы проводим бронхобиопсию и делаем отпечатки на цитологическое исследование. Также трансторакальные пункции под контролем УЗИ, если это трепан-биопсия, то, соответственно, отпечатки на цитологии тоже идут. И, наконец, срочное интероперационное цитологическое исследование, также может быть продублированное гистологическим. Но о необходимости этого метода была дискуссия, Анна Сергеевна все объяснила. Итак, что же такое цитология, что такое гистология? Цитология – это мы изучаем отдельные клетки, комплексы клеток, гистологические – это ткань. Но ситуация в том, что если материал хороший, то, скажем так, и получен качественно, и с опухолью нам повезло, она такая достаточно дифференцированная, то цитологически мы видим, что вот эта вот культура клеток, практически и строение клеток в виде желеистоподобных популярных структур повторяет структуру гистологической опухоли. То есть мы фактически, гистологическую структуру опухоли, то есть мы фактически можем поставить не только доброкачественный процессор, злокачественный, но также определить и гистогенез, и гистотип опухоли. В данном случае это пример диагностики карциноида лёгкого. Метод, как известно, имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам метода, в первую очередь, можно отнести это относительную простоту и доступность. Но в то же время метод требует наличия клинических данных о пациенте, высокой квалификации врача-цитолога и опыта работы в онкологии. Такая специальность, как врач-цитолог, в номенклатуре специальности отсутствует. Есть врач клинической лабораторной диагностики. То есть теоретически каждый, кто имеет этот сертификат, может заниматься цитологией. Но мы с вами понимаем, что на практике это невозможно. То есть нужно пройти значительный путь для того, чтобы владеть этой методикой. Метод имеет высокую чтительность, специфичность до 90-98% в диагностике рака и доброкачественных процессов. Но при этом более низкую чтительность в определении гистотипа опухоли. Ну, надо сказать, что гистотип опухоли на материале малых биопсий, даже гистологически, тоже не всегда возможно определить. Об этом тоже Анна Сергеевна говорила. Метод может быть дополнен иммуноцитохимическим, иммунофлюоресцентным, генетическим, то есть другими методиками. Но, соответственно, это обязательно приводит к удорожанию теста и к увеличению времени на исследование. В то же время метод довольно-таки быстро может быть реализован в течение одного рабочего дня. Если надо, даже в течение каких-то минут. Потому что существующая методика ДИФКВИК, то есть быстрая методика окраски, позволяет окрасить цитологический препарат в течение одной минуты. Причем качество довольно-таки приличное. Но если это интероперационное исследование, то, конечно, нужно обязательно подготовиться к нему, обязательно нужно знать клиническую картину, посмотреть снимки. То есть нужно полностью вникнуть в ситуацию с этим пациентом. Ну и поскольку все выполняется быстро, в течение нескольких минут, то вероятность ошибки или неопределенного заключения, она, конечно, всегда выше, чем если это было бы плановое исследование. Ну, метод более безопасный для пациента. Если мы говорим о тонкоигольной аспирационной биопсии, в сравнении, например, с трепан-биопсией. Понятно, что если это, например, транспищеводная или трансбахиальная пункция, то риск возникновения медиастенита, если мы пойдем толстой иглой, будет выше гораздо. Ну и возможность применения многократных тестов. Если это, например, исследование мокроты, которое сейчас практически не используется, но, тем не менее, метод-то имеет право на жизнь, да, то вообще можно сколько хочешь брать. Ну и в последние годы идет интенсивное развитие метода. Мы переходим к простой светловой микроскопии, к жидкостной цитологии, к иммуноцитохимии, к иммунофлюресценции, к денситоморфометрии и к изготовлению клеточных блоков. Существуют различные процессоры для жидкостной цитологии. В своей работе мы предпочитаем использовать обычную цитоцентрифугу цитоспин-4 классическую, которая позволяет готовить монослойные препараты из жидкостного материала. Это вот сравнение цитоцентрифугических картин при использовании цитоцентрифуги. Мы видим, что концентрация клеток в цитоспиновых препаратах значительно выше, чем в рутинных. Вот пример цитоспинового препарата полученной клетки аденокарцинома легкого в плевральном экссудате. Ну, пока мы еще не знали, что это аденокарцинома легкого, только предполагали. Но то, что аденокарцинома, мы видим сразу. Потому что вот такие вот железнодоподобные комплексы, внутри мы видим даже такой оксифильный секрет, то есть это аденокарцинома. Для того, чтобы определиться, что это аденокарцинома легкого, необходимо провести иммуноцитохимическое исследование. Иммуноцитохимия в онкологии применяется везде, где есть опухолевые клетки, в любом материале. Конечно, в жидкостном это более приоритетное направление, но теоретически может быть использовано и на обычных стеклах. Чтобы сделать из обычного материала жидкостный, материал при пунктате из иглы помещается в специальную микропровирку Эппендорф. И дальше уже обрабатывается на цитоцентрифуге, делаем необходимое количество стекол. Одно стекло, по сути, это одно антитело, поэтому как раз вот эта технология решает проблему, как нам размножить материал для ИЦХ. В нашей работе мы используем иммуностейнер, который стандартизирует всю эту технологию. Такой же стейнер и у патолога-анатомов. Материал для иммуностейно-химического исследования, как я сказал, есть стеклопрепараты обычные, есть жидкостные цитоспин препараты и есть клеточный блок. Клеточный блок – это, по сути, уже гистологический препарат. Он, во-первых, может бесконечно храниться, во-вторых, из него также, если он приличный, можно приготовить большое количество стекол. Но вот цитоцентрологические препараты все-таки желательно хранить в прохладном месте, как-то на солнце не выкладывать, так, чтобы они обязательно, ну, как сказать, были не старые, потому что иногда обращаются, сделайте на консультативных препаратах, там, иммуноцитохимию. Ну, кто знает, когда они были получены и что с ними делали, поэтому, может, просто мы получили ложный негативный результат. Вот пример иммуноцитохимического исследования на цитоспин препаратах, как раз у этой же пациентки. На плевральной жидкости цитокератин 20 положительный, цитокератин, вернее, отрицательный, цитокератин 7 положительный, ТТФ1 положительный. То есть это более вероятная денокарцинома легкого. Эта методика называется иммунофлюоресценция, также может быть использована, но скорее все-таки на сегодняшний день больше в науке, не в клинической практике, поскольку большинство антител, которые конъюгированы с флюорохромами, не имеют регистрационного удостоверения и, в общем, как бы это, можно сказать, только развивающееся направление. Это вот тоже очень красивое, конечно, получается, если результаты получаются, то они очень красивые, вот такие вот свечения. Вот это вот как раз зелененькое свечение, это BIR-EP4 и ядра, докрашенные DAPI, мы видим, что именно в клетках мы получили позитивную экспрессию. Если говорить о классификации опухоли легких 2015 года, Анна Сергеевна это уже озвучила, но мы знаем, что всю эту классификацию при всем желании невозможно реализовать в цитологических образцах. Есть классификация для биопсии и цитологических образцов, она как бы объединена, но опять же в цитологических препаратах это будет еще более усеченный вариант, поскольку типы роста тоже в цитологических препаратах выявить невозможно. То есть все аденокарциномы, которые представлены, можно, так сказать, достоверно сказать, что это аденокарцинома. Какие-то другие варианты, коллоидные черты, там, кишечного типа, это уже вопрос больше, так сказать, случая. И, конечно, применение дополнительных методик. Ну, на этих дальнейших позициях останавливаться не буду. Скажу, что мелкоклеточный рак довольно-таки хорошо выявляется в цитологических препаратах без всякой иммуноцита и гистохимии, поскольку он имеет свои такие патагномоничные черты, и это опубликовано во многих книгах, учебниках и литературе, собственно говоря, с этой диагностикой, как правило, все хорошо. А вот круглоклеточная нейроэндокринная карцинома крайне редко может быть достоверно определена в цитологических препаратах, поскольку таких вот четких черт у нее, к сожалению, нет. Ну и вот диагностический алгоритм, который мы должны, если это, допустим, интероперационный материал, отпечатки с опухоли или пунктат, проскочить за 1-2-3 минуты после окрашивания препарата и как-то выйти на правильный диагноз. Если мы видим образование в легком, в первую очередь нужно определиться, воспалительный это процесс или все-таки опухоль, если опухоль доброкачественная или злокачественная, предусмотреть, что бывают не эпителиальные опухоли, что бывают метастазы, и если это все-таки рак легкого, то определиться, что важно, так сказать, для хирурга, не мелкоклеточный рак это или мелкоклеточный. Ну, собственно говоря, если мы в плановом порядке работаем с материалом, времени больше, ну и шансов на победу тоже больше. Мелкоклеточный рак. Значит, мелкоклеточный рак имеет, как я сказал, свои черты. Во-первых, это достаточно мелкие клетки лимфоцитоподобные, ядрышек практически не видно, но зато такая мелкозернистая структура хроматина, и клетки прилежат, что интересно, ядра клеток прилежат друг к другу в виде вот таких вот как бы конгруентных поверхностей, то есть вот одна клеточка повторяет форму другой. Отмечается большое количество фигур метозов, ну и все, кто давно занимается цитологией, по такой картине всегда безошибочно ставят мелкоклеточный рак. У этой же пациентки были сделаны смывы из бронхов. Надо сказать, что смывы не всегда удачный материал, не всегда там бывают опухолевые клетки, но у этой пациентки был распространенный процесс, поэтому клетки были. И опять же мы видим вот такие вот клеточные скопления из опухолевых клеток с конгруентными поверхностями. И на этом же материале, для того, чтобы все-таки подтвердить нейроэндокринную природу опухоли, был сделан иммунстахими сенатофизин, и положительную экспрессию мы увидели. Как я уже сказал, что поскольку это клетки лимфоцитоподобные, в первую очередь такие опухоли надо дифференцировать с лимфомой. И вот в октябре прошлого года у нас была такая пациентка, у которой клинически вроде как подозрение на рак верхней доли правого легкого с серьезным распространением опухоли на средостене. Была проведена бронхоскопия, и мы получили вот такую картину. По такой картине мы уже предположили, что это лимфома. Практически в этот же или на следующий день пациентка была пропунктирована, ей сделали пункцию вот этого образования в средостене под контролем УЗИ. И уже был безошибочно установлен диагноз лимфома, который в дальнейшем уже был подтвержден гистологически и иммуногистохимически. Ну как, опять же, если мы идем по тому алгоритму, о котором я говорил, значит мы должны не мелкоклеточный, если это был все-таки не мелкоклеточный рак, мы его должны разделить на плоскоклеточный и не плоскоклеточный, выделить аденокарциному. Плоскоклеточный рак также неплохо выявляется в цитологических препаратах, если он имеет как бы признаки роговения. Ну опять же нужно допускать какую-то возможность, что может быть это аденоакантома, то есть как бы опухоль может быть диморфной. Ну все-таки, если мы видим черты роговения, мы можем сказать, что более вероятно плоскоклеточный рак. Если же только вот такой вот паттер мы видим, то, к сожалению, это будет рак без дополнительных уточнений. И сказать, что это нам будет сложно. Вот как раз материал клеточного блока. У пациентки, правда, был плоскоклеточный рак пищевода, но в принципе при раке легкого та же самая история. Если есть поражение медиастинальных лимфоузлов, транспищеводно эти лимфоузлы могут быть пропунктированы при эндосонографии. И мало того, что у нас будет цитологический материал, у нас еще будет материал для приготовления клеточного блока, в котором мы, по сути, уже дадим гистологическое заключение. Аденокарцинома легкого, высоко дифференцированная аденокарцинома, это как раз несуществующий бронхиолиоалярный рак. Ну в нашем сознании он все-таки еще существует, поэтому мы как-то его пытаемся определить. Значит, ситуация в том, что этот рак имеет, опять же, свои подмодомоничные такие черты, формирование сосочково-подобных, желеистоподобных структур, гигантские многоядерные клетки, вот они. И тут, правда, не видно, но в некоторых клетках будет натоядерной инклюзии. То есть то, что это аденокарцинома, это довольно-таки четко всегда можно поставить. Ну, может быть, опухоль немного раздифференцирована, и тогда нужно провести диффдиагноз, во-первых, с карциноидной опухолью, поскольку карциноидная опухоль тоже может давать желеистоподобные и сосочково-подобные структуры, но при этом будет другая структура хроматина и, в общем, другие признаки нейроэндокринной дифференцировки. Конечно, для того, чтобы сказать, что это четко нейроэндокринный рак, нужна иммуногиста или иммуноцитохимия, и нужно обязательно поставить нейроэндокринные маркеры. Ну, это более типичная картина карциноида. Ну, это как раз и есть типичный карциноид. И вот тот рак, который нам очень сложно дифференцировать, это низкодифференцированный рак. Мы его так назвали. На самом деле это оказалось крупноклеточный нейроэндокринный рак. Опять же он экспрессирует синаптофизин в нестологическом препарате. Систологически вот такая картина может быть и при низкодифференцированной аденокарциноме, и при плоскоклеточном раке, и как раз при периферическом анаплазированном крупноклеточном нейроэндокринном раке. Нужно учитывать, что легкие – это как ловушка для всех опухолей практически, метастазы там бывают часто. По некоторым данным, 5-6% всех поражений легких – это метастазы. И вот первая часть таблички, вот то, что касается до меланомы кожи, все вот эти опухоли, они довольно-таки хорошо выявляются в цитологических препаратах, поскольку имеют свои морфологические черты. Ну, цитологические черты. Все аденокарциномы, за исключением, может быть, рака желудка, который тоже выглядит своеобразно, ну, можно объединить под одним термином аденокарцинома, и если их нужно различить, то это уже иммуноцитохимия. Довольно-таки часто мы сталкиваемся со злокачественными плевритами. Причины плевритов у мужчин и у женщин разные. У мужчин чаще всего это рак легкого, у женщин это рак молочной железы. Ну, в принципе, для того, чтобы различить, отличить аденокарциному легкого от аденокарциномы, например, яичников или молочной железы, в любом случае нужна иммуноцитохимия. Ну, вот, в частности, плевральный результат у пациента, у которого шел диагноз, либо это прогрессирование уже существующей меланомы, либо у него вновь возникший рак легкого. И по цитологическому картине невозможно было отличить, то есть, ну, по крайней мере, четко высказаться, либо это меланома, либо легкая. Проведена была иммуноцитохимия, мы видим, что цитокератин пано-отрицательный, а маркеры, которые характерны для меланомы, положительные. То есть, это меланома. Также у этого пациента был хороший материал, мы еще сделали блок, часть иммуноцитохимических реакций была поставлена на блоке. Также сомнений в том, что это меланома, не было никаких. Ну и в заключении хотел бы сказать, что при соответствующих способах забора материала использования современных технологий, цитологический метод позволяет установить истинный характер процесса опухолевый, доброкачественный или злокачественный, в большинстве случаев определить гистогенез гистотип опухоли, указать на источник метастазирования при отсутствии первичного очага или первичном множественном процессе, определить факторы прогноза, определить микрометастазы в лимфоузлах и подготовить материал для молекулярно-генетического исследования. Мы передаем генетикам и материал, приготовленный из привральных жидкостей, и бронхобиоптатов. Поэтому иногда спрашивают, зачем же цитологию и гистологию дублировать? Ну, потому что материал может быть или там, или там. И все это очень ценный материал для последующей постановки диагноза. Благодарю всех за внимание. Хотел бы закончить свое выступление словами нашего коллеги из Англии, доктора Эдита Титмуша, что цитология очевидна и диагностировать легко, но не все так очевидно. И именно это делает нашу работу нескучной. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Александрович. Какие вопросы, коллеги, будут? Комментарии? Да, пожалуйста. Леднев Алексей, Москва. Спасибо за информативный доклад. Как я правильно понял, полагаться на цитологическое исследование можно только при наличии квалифицированного цитолога. Да, конечно. И экстраполирую ваш доклад, перенесемся на такое клиническое наблюдение. У пациента субплеврально располагается какой-то очаг. Мы берем трансторакальную пункцию. И кому направить столбики, цитологу или гистологу, при наличии грамотного гистолога и грамотного цитолога? Или может быть какая-то этапность есть? Делается таким образом. Вот вы получили биоптат из этой опухоли, одновременно делаются мазки отпечатки из этих столбиков. На цитологическое исследование отправляется в цитологическую лабораторию. Сами столбики отправляются патологоанатому. И получается, что у нас из двух лабораторий приходят два независимых, но в идеале совпадающих заключений. Потому что контролем качества для цитологического исследования является гистологическое. Мы постоянно проводим в своей работе сопоставления. И если у нас есть какие-то ошибки или проблемы, мы их по ходу дела исправляем. Спасибо за вопрос. Просто у нас в учреждении нет хорошего цитолога, поэтому интересно стало. Спасибо. У вас есть плохой цитолог, да? Да, пожалуйста, еще вопрос. Спасибо большое за доклад. Павел Короткевич, Минск. Вот такой вопрос. Рассказали про прекрасные возможности цитологического метода диагностики. Можно ли предположить, что у пациентов четвертой стадии раком легкого, к примеру, с поражением нюнфоузлов в печени, мы не будем прибегать больше к гистологической биопсии, а будем ограничиваться лишь пунктатом? Ну, во многих клиниках, собственно говоря, так и поступают. Тем более, что с учетом того, что сейчас активно развивается такая методика, как иммуноцитохимия, мы можем провести там какие-то дополнительные тесты и подтвердить, что это именно конкретная локализация. Трудно искать то, что неизвестно. Вот вам принесли плевральную жидкость и говорят о том, что вот есть плеврит какой-то, эксудат, да? А что у больной, мы не знаем. Вот тогда я не понимаю, сколько нужно ставить маркеров? 10, 15 или там 20? Ну, как бы, конечно, мы понимаем алгоритм, с чего начать и как двигаться, но это крайне сложно. А когда мы имеем дело уже с какой-то конкретной клинической ситуацией и говорят, вот докажите, что это прогрессирование конкретно рака легкого, допустим, или там рака молочной железы, в этой ситуации нам гораздо легче работать. Да, пожалуйста, еще вопрос, Степан. Можно микрофон у нас, трансляция, да, что бы, спасибо. Андрей Александрович, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы очень часто, очень точно отвечаете по срочной цитологии, и это является предиктором объема операций для хирургов, поскольку мы ждем ответ срочной цитологии. И очень часто бывает такая ситуация, что диагноз колеблется между метастазом, ранее излеченной опухоли, и первичной карциномой легкого. Скажите, пожалуйста, возможно срочная иммуноцитохимия для более точного определения, для того, чтобы мы решились с объемом операций? Спасибо. Ну, просто технологически это невозможно на сегодняшний день. Может быть, когда-то что-то появится, какие-то тесты, которые будут такие вот экспресс. Об этом мы можем только мечтать. На сегодняшний день, если мы используем прибор Винтана, средняя продолжительность сеанса иммуноцитохимии составляет 3 часа. Если иммуноцитохимия выполняется на руках, ну то есть как бы ручная методика, то это 5-6 часов. Это с одним пациентом. Поэтому я думаю, что 3 часа ждать мы не сможем просто физически. А различить одну аденокарциному, скажем, от другой, как я уже говорил, тем более с таким многообразием форм, это крайне сложно. То есть мы этого сделать не сможем. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Александрович, за доклад и за дискуссию. Андрей Александрович, у меня еще один вопрос. Поскажите, пожалуйста, насколько часто в опухолевом плеврите выявляются клетки? Я поясню свой вопрос. Например, очень часто при центральной локализации опухоли, при отелектазе доли либо легкого, мы видим плеврит. Но не обязательно, что он метастатический. Поэтому если мы выполняем пункцию плевральной полости и получаем отрицательный результат, может ли это свидетельство о том, что мы можем идти на операцию? Во-первых, это зависит от морфологической формы опухоли. Если это плоскоклеточный рак, то он довольно-таки часто дает сочувственный плеврит, но там почти никогда не бывает опухолевых клеток. Крайне редко. Если это аденокарцинома, то аденокарцинома почти всегда на опухолевой клетке обнаруживается в выпаде. Мелкоклеточный рак тоже может давать специфический выпад, но какие-то другие реже. Лимфома дает тоже специфический выпад. То есть здесь нужно просто конкретно каждую ситуацию анализировать. Но обычно центральный рак легкого – это все-таки плоскоклеточный рак. Поэтому как раз есть плевриты, а опухолевых клеток нет. Спасибо. Спасибо большое.